привет меня попросили сделать пользовательское соглашение которое появляется в начале игры в общем если вы помните на одном из видео дополнительные параметры вроде как называлось она я создавал game instance сейчас необходимо принципе в нем необходимость будет так для начала заходим наш меню нашим меню интро мы скрываем пока нам она не нужна пользовательское соглашение для игр называется его я уже подготовил это это окошечко в котором у нас имеется бордер для задней части просто для подсветки так скажем здесь у нас полностью фон перекрывает далее я в него внедрил овервей с размерами посередине да то есть чтобы она у меня всегда в середине было бордера я поставил на полную это вот задний он вот этой этого окошечка далее я включил уже vertical box чтобы он принял вот эту верхнюю часть где шапочка является бордером в него запихнул из этих текст и соответственно далее я уже вниз поставил сайсбокс с размерами да то есть вы можете принципе останавливать видео и смотреть какие параметры включены ну то здесь в основном только сверху в него в сайсбокс я его настроил по размерам 900 на 620 включил скролл бокс для того чтобы вот сделать про это получается пролистывание текста также я увеличил значение самого скролла вот я его поставил 20 я думаю принципе достаточно будет для него и скролл запихнул уже текст который просто накидал точнее это не мой это я просто где-то нашел ниже так как это у нас vertical box он состоит из трех частей это вот шапочка вот эта часть и даже из четырех скорее всего здесь у нас стоит оверлей в котором находится получается checkbox для того чтобы поставить галочку то есть я согласен со всеми пунктами и и так далее в нем уже горизонтал бокс в котором находятся две клавиши здесь уже принципе стандарт расположения что необходимо необходимо чтобы это окно открывалась самом начале игры один раз и все больше то есть но и не обх при необходимости допустим вы могли выключить параметр чтобы оно появилось снова допустим вы сделали обновление и так далее и она включится у вас снова если вы измените некий параметр так ну во первых переходим граф нам нужно для начала создать переменную мы назовем это переменная его просто да и у него типа будет буллин то есть мы будем изменять ее и соответственно сравнивать все ли верно или нет так как она у нас сейчас не подтверждена мы после проигрывания изображения вот верхние до изображения у нас далее у нас типа видосика это который сделан из текстуры в общем медиа текстуры мы проигрываем ключа скрываем видео оверлой и включаем минимум но нам пока меню не нужно включать нам нужно теперь показать вот как раз таки и вот этот его оверлой давайте сделаем так мы включаем visible ну подсоединяем но она будет у нас постоянно включать нам это тоже не нужно соответственно мы вот сюда ставим branch если получается наш его true мы как бы как бы скрываем наш его оверлой и показываем меню если же нет мы просто показываем его оверлой так так на данном моменте все да дальше мы пойдем настраивать клавиши у данного интерфейса то есть вот эти два три образно три клавиши если получается смотрите во первых нам надо на чекбокс поставить чек стоит чек стоит когда мы ставим галочку мы соответственно ставим галочку и на его то есть мы подтверждаем и далее на клавиши отказаться давайте сделаем такую часть как выход из игры то есть если человек сразу отказывается принимать пользовательское соглашение соответственно мы выходим из игры quit game если же он нажимает кнопочку согласиться то здесь мы будем так нажимает согласиться он кликит то мы здесь уже будем составлять необходимое действие да во первых нам нужно проверить если галочка то есть мы берем наш чек так это у нас чекбокс какой модели это у нас 551 конечно желательно все это обозначать как-то ну то есть сами уже соображайте как вам обозвать эти чекбоксы эти кнопки в данном случае я сокращаю это время чекбокс мы проверяем из чекит он или нет если он нажат из чекит у него есть галочка то мы идем по true здесь мы уже берем get далее game instance game game instance мы берем делаем cast на наш game instance он называется my game instance сделали cast на него далее мы должны в нем создать некие функции переходим наш game instance как вы помните создавалась здесь жизнь персонажа его так скажем жажда воды и голода то есть и так же соответственно можно здесь сохранять его перемещение так как это у меня допустим мобильная игра все в game instance будет сохраняться то есть все значения будут в game instance в основном которые необходимо сохранить или я их буду сюда передавать мы должны создать переменную это будет тип булин также его назовем его но но мы сделаем дополнение просто чтобы мы понимали что это instance его instance а хотя в принципе даже нам она не нужна давайте не будем его создавать просто прямо в функции сделаем такую штуку создаем функцию называем ее сейф это у нас будет сейф его так так и назовем теперь во первых нам нужно входящая переменную булин как раз таки это у нас это будет то то и значение как раз таки что мы будем менять или не менять теперь теперь мы должны во первых создать blueprint квас он у нас называется save game то есть мы должны сохранить сохранить что мы данную галочку поставили так мы ее назовем так почему она my save game my save game уже уже в game instance save game мы по сути можем закрыть она нам уже не нужно у нас переменная есть куда мы должны сохранить данные значения все отлично так так как это у нас game instance это save соответственно мы уже предварительно понимаем что у нас существует созданная игра то есть то есть у нас уже есть сохраненная часть пусть будет так я может быть неправильно выразился мы делаем load game from slot то есть мы уже загружаем нашу игру давайте предварительно выставим переменную пусть это будет save game чтобы мы это уже не вписывали каждый раз написали написали один раз так ну пусть будет такое название save game далее мы из лоуда делаем каст на наш save game my save game и из него уже вытаскиваем set его то есть нашу переменную которую мы там создали мы ее делаем запись запись мы делаем вот из этого входящего значения давайте поставим точечка чтобы она у нас здесь вот так вот красиво простиралась и далее уже делаем само сохранение и слотные мы подаем наш слотные так далее проверять мы принципе не будем мы у нашей этой давайте создадим здесь значение и удалим его чтобы у нас вот return нот сразу создалась можно было ее конечно через blueprint так вот такая вот штука мы теперь с компайл save и отсюда мы уже вытаскиваем нашу это у нас save его все мы ее подали сюда далее мы уже должны то есть так секунду мы должны подать нашу переменную которую мы создали и в данном случае когда сделали чек бокс галочках поставили она стру и когда мы уже нажимаем кнопочку проверяем здесь если она чекит то соответственно мы ставим наше значение далее мы уже скрываем нашу с overway set visibility делаем ее hidden и далее уже мы открываем как раз таки наше меню так это мы копируем меню overway мы показываем так если у нас на false ну в данном случае мы просто print string сделаем просто посмотреть что она у нас отображает так и напишем что-нибудь так это чисто дебаг так что в игре это не увидится но по сути вы можете создать дополнительное окошечко где будете показывать там типа вы не нажали согласиться с игрой там ну то есть согласиться с соглашением если вы не нажмете вы должны нажать отмена и там выйти из игры ну что-то такое так давайте проверим как это у нас все получилось так подождите мы сейчас еще раз проверим так а да все если делала false мы соответственно показываем ее вскрываем показываем все отлично так переключаемся в reddit вот сейчас у нас проиграется видео и должно появиться изображение да вот как раз таки сегодня что необходимо менюшка на заднем фоне у нас не показывается всех остальных окон нету это у нас все работает то есть мы можем нажать согласиться и если мы нажмем отказаться мы выйдем согласиться зайдем в данном случае почему у нас не отработало сейчас быстренько посмотрим так это не то у нас не отработало потому что вот это не отрабатывает из-за чего потому что мы только сделали сейф его то есть у нас нету не существует загрузочной части и мы ее должны создать давайте получается создадим ту часть которую во-первых у нас загружает это значение и в самом начале мы ее должны поместить так переходим game instance создаем новую функцию называем ее load 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 его далее мы проверяем существует ли вообще сохранение это does save game exist точнее подаем наше сохранение наименование проверяем на наименование на бранче если нет не существует мы должны создать наше сохранение это у нас create получается save game object далее мы выбираем нашу my save game которую мы создали для сохранения всех данных и получается что вытаскиваем нашу переменную но уже в виде set чтобы мы ее по сути видели как бы записали что она без галочки ну и далее мы уже должны подать сюда save game slot то есть мы должны ее сохранить пусть будет вот так вот наименование должны подать но если она у нас уже существует мы уже должны загружать это у нас нода load save game load game from slot и мы должны подать также наименование сделать далее далее уже наше наше сохранение взять оттуда эту переменную get его и и получается что на output мы должны создать переменную исходящую в данном случае это у нас булиновская переменная тоже также мы ее и назовем как его подключаем его ее сюда compile save в нашем меню мы должны уже в самом начале давайте переключим вот так вот и на первую мы должны подать так сначала надо создать get game instance делаем каст на game instance и потом получается мы уже сейчас секундочку подсоединим чуть подальше отправим чтобы видно было далее мы уже делаем load если это значение у нас принимает мы ее ставим сюда то есть в самом начале мы проверяем наше сохранение и ставим его в галочку и теперь давайте проверять во-первых нам необходимо полностью все сохранить давайте запустим нет давайте вот так сделаем сейчас ограничение вот это наша папочка и вот здесь в save должна появиться папочка save game ну или что-то подобное как не помню называется уже то есть когда у нас пройдет так так это не это так не проходит сохранение давайте еще раз проверим что у нас там не некорректно должна быть здесь вроде как появляться так теперь так save game все отлично переменная существует вот имя мы подаем вроде как везде это мы закрываем так предварительно мы грузим из game instance записываем в данную переменную далее мы проверяем это переменная если была в true так но у нас не создается то есть сначала у нас не создается соответственно значит где-то здесь надо проверить так крейт 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 то у нас есть но давайте попробуем после крейта поставить каст возможно какая-то проблемная часть если true так мы дальше уже везде все подключаем так то по сути ругается на это но быстренько запустим так здесь у нас что но мы до сейв еще не дошли надо было отключить сначала вот эти показ изображений более всего так окошечко появится согласится не работать давайте поставим проверку проверку получается проверочку будем делать вот здесь и вот здесь так и отключим вот этот двой уменьшим пока на единицу так и ну и дальше надо было конечно убавить так галочку так очень интересно почему у нас не отрабатывает стоп-сигналы так так сделаем здесь здесь и здесь здесь и здесь и 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 т и и и и 551, все верно не доходит до save это у нас получается каст почему game instance может не работать во-первых, может он у нас не включен в основную логику давайте посмотрим game instance да, он не стоит my game instance в project settings должна стоять что-то я даже совсем забыл, я думаю я ее включил туда так и давайте еще раз проверим стоп-сигнал поставим так вот, кстати, уже отработало стоп-сигнал на game instance все отлично уже все хорошо здесь у нас false то есть он у нас уже сохранит видимо да, вот save game папочки уже появилось вот наше название savegame.sav все отлично просто надо было подсоединить game instance далее ну здесь мы пропускаем здесь мы тоже пропускаем сейчас видео проиграется если что стоп-сигнал если что ставится клавиша f9 чтобы вы могли остановиться на данном месте допустим так вот мы сейчас остановились я смотрю что данная переменная у нас true соответственно save у нас перейдет в режим true вот эта переменная так и проходим дальше как видите да, сейчас меню должно появиться все отлично так если мы сейчас будем загружать снова у нас уже этой штуки не будет ну по крайней мере не должно быть давайте выключим все стоп-сигналы уже они нам пока не нужны так здесь я больше вроде не включал нет включил так сейчас проверим долгие заставочки вот меня больше в играх тоже иногда а все да то есть наше соглашение уже не показывается потому что оно сохранилось как подтвержденное то есть если я сейчас удалю наш save game наше сохранение запущу заново оно сейчас уже создалось но сейчас покажется как раз пользовательское соглашение с конечным пользователем все отлично на данном моменте закончим далее будем снова обращаться к нашему меню к настройкам ну и так далее пока